всем привет с вами книжный клуб рары сегодня мы обсуждаем 4 и 5 главы книжки современная программная инженерия мне кажется эта книжка наконец-то начала лить меньше воды вот ну по крайней мере нам есть что обсудить вот точно будет так что предлагаем начинать и собственно четвертая глава вот четвертая глава она посвящена итеративному подходу вот и автор вообще ставит это каким-то там треугольным камнем вообще всего 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 потому что мол не будет итераций дальше идти особо смысла нет вот как вообще этот тезис насколько вы с ним согласны или ну как бы все так немножко не понял почему он отдельно от итерации последовательность выводил в прошлой голове хотя итерация вполне так и есть последовательность мне кажется что там финт ушами был немножко другой мол в прошлой нам рассказали предпосылки а в этой нам говорят уже конкретно как решить проблему с обучением то есть тут не то что не надо смотреть что эти вот третьей главе как-то по-другому это назвали в третьей главе были предпосылки к тому что будет дальше так я по крайней понял так сергей здесь у меня есть вопрос к автору почему он так свободно манипулирует термином итерация с точки зрения моделей частности вот график представления стоимости изменения в модели это вот вообще какой-то счет и я не совсем понимаю почему он так активно скажем так именно хитит во много итерации потому что на самом деле есть много проектов много успешных проектов которые все таки были сделаны водопадом он по-своему оправдан он не оправдан только в момент когда мы действительно не можем собрать какую-то спецификацию или мы делаем все под какой-то дедлайн довольно частая ситуация в бизнесе довольно редкая ситуация когда у нас есть какой-нибудь грубо говоря госзаказ и соответственно тут тебе кажется что автор расставляет немножко странные акценты и потом под это дело подводит свою ну вот что итерация это вот инженерный подход а все что не итерация не инженер ну то что у тебя одна долгая итерация не отменяет то что она у тебя есть вот ну это как бы мне кажется апеллировать надо как с таким образом вот по поводу твоего высказывания тут хочется знаешь что отметить мне кажется пятая глава дала ответ почему водопад принципиально хуже чем чем вот аджайл подход потому что когда у тебя водопад у тебя получается единственный путь к успеху соответственно шаг лево шаг вправо это провал вот чуть задержались где-то сроки сорвались и автор вот к этому период а вот тут у меня есть большой вопрос к автору давай мы придем мы с тобой это подробнее обсудим а пока илья но я в целом согласен с александром что пятая глава собственно и дополняет четвертую раскрывая тему итерации для чего нам обратная связь нужно как ее брать но без итерации это сделать невозможно и более того раскрывает что что он понимает под итерации так как там целый процесс от идеи до воплощения то итеративность она заключается в том что мы на начальном этапе не знаем всего вот у нас возникла какая-то идея а в нашей голове она так а у заказчика она вообще еще даже не сформировалась и для того чтобы мы начали двигаться в правильную сторону успешную сторону мы должны эту итеративность осуществить чтобы получить обратную связь и чтобы чему-то научиться вот я думаю вот такой посыл бог сергей обратная связь водопаде есть можно переходить на этот нет там же водопад понятно что можно комбинировать тут я думаю противовес именно подход водопад имеется ввиду с точки зрения вот типичной стройки когда вот у нас регламентированное все вот мы тут должны проект мы должны его защитить должны вырыть котлован залить там фундамент выстроить какие-то стены коммуникации ля 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 и сдать исполнительная документация я живу противовес этому причем тут еще важный момент что когда мы заливаем фундамент у нас уже утверждены стены и мы не сможем поменять стены после того как мы сделали фундамент потому что для других стен скорее всего нужен другой фундамент и нам придется переделывать все с ну не то что мы вернулись на итерацию назад нам придется возвращаться прямо на этап планирования но в этом же главная проблема водопада именно в этом они у меня на самом деле такое чувство как будто все придумали как водопад работает на самом деле водопад так никогда не работал что полностью тебя 100 лет и ты делаешь бесконечно все что тебе там хочется а потом такой опа это не работает всегда были проверки это так не работал просто они не были инициированы не были подстроены под спринты окей тогда не водопад то он в принципе существовал тоже достаточно итеративно нельзя сказать что водопада нет итераций и да может быть подход когда нужно все заново и с нуля сделать он иногда выиграть более выигрышный чем пытаться изменить существующую уже архитектуру в этом принципе нельзя сказать что водопад это прям плохо 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 никогда к нему не возвращайтесь и все что есть в джайле сейчас и водопаде никогда не было и водопад вообще так не существовал вообще его был отсталый дурной такой уже не было это все на самом деле выдумки и страшные истории да были исключения которые действительно делали так как рассказывает автор но это были совершенно отбитые люди ну очень у корпорации на этом практически погорело вот это про отбитых ну ладно но это да но скажем так и сейчас в аджаеве даже люди не работают я понимаю почему претензии к водопаду то что люди не работали годами но и сейчас я вижу что ситуация не изменилась говорить и это все изменило и мы теперь все такие радостные и работаем но это не франье более того у нас с аджайлом до сих пор есть проблемы что процент успешных проектов очень низко вообще по опыту ну и люди не понимают аджайл спроси но они не понимают не водопад не аджайл сказать по честному я из большой вопрос к автору потому что на самом деле то что он вот рассказывает как серебряная пуля она нифига не серебряная пуля но он как раз не про серебряную пулю он говорит что смотрите мы скорее всего облажаемся давайте это сделаем так чтобы нанесло минимум вреда проект ну слушай облажаться всегда можно по истечению 500 итераций вот все ваши рассказы по поводу того что вы быстрее там получите обратную связь и прочее и так далее вот аджайл этого вот совсем не гарантирует вот все эти проблемы которые вы только что перечислили что там скорее всего сроки завалится еще что-нибудь они заваливаются также хорошо при аджайле и многие практики которые описаны допустим в скраме также присутствуют и в пм-бук-буке пм-бук много себя забрал и там итерация прописана прям вот и до окей так до нее да вообще говорю я вот когда читал четвертую главу было ощущение что автор прям очень зациклился на критике все объемлющие их требований в водопадной модели такое ощущение то есть у меня даже почему-то вспомнилось в некоторой мере не сколько водопадная сколько в модель когда мы вначале спускаемся там по реализации всего а потом поднимаемся по валидации всего постепенно поэтапной и как будто автор вот не знаю намекает на то что мы вначале все делаем а вот мы сделали вот эту вот все объемлющую работу сделали все и начинаем это постепенно верифицировать вот мы в этот момент грохаемся хотя уже даже в обсуждении говорилось что кажется что в водопаде мы можем вернуться на шаг назад да его придется перепроводить но не обязательно как в модели совсем хорошо но опять же да только ситки возводят все в абсолют вот тут то же самое но в реальной жизни надо прекрасно понимать что для конкретной задачи тебе нужно будет использовать те инструменты которые наиболее эффективны да поэтому когда мы говорим о ком-то реальном проекте вот там вряд ли будет чистейшая джайл вряд ли будет чистейший водопад так и будут хоть что-то тут к это чистая теория применяемая на практике мне кажется вот любом случае будут какие-то вкрапления в любом случае от чего-то откажутся что-то добавят вот это нормально далее все используют в принципе водопад как базу дальше туда просто вводят спринты и команды доску это все но я так понимаю на мыс имеет ввиду что водопад верхнеуровнево должен быть для руководства для заказчика потому что они все равно скрам не понимают как таковое это им чуждо им проще вот бюджет значит распишите мне его как оно будет окей это не совсем так я имел ввиду что да они не понимают водопад и что нет смысла строить скрам начиная с людей снизу снизу вверх не работает скрам скрам должен идти снизу и сверху одновременно все должны переучиваться настраивать именно коммуникацию почему все пытаются решить какими-то фреймворками какими-то непонятными проблему коммуникации в общем если закрыть ну закончить мысль то важно обратная связь водопаде обратная связь чаще всего чаще всего подчеркиваю возникает когда горят дедлайны когда у вас уже водопад должен упасть а он не падает каким-то образом магическим и если там периоды вот этого процесса долгий то мы надолго проваливаемся и далеко отваливаемся далеко уходим и просрачиваем соответственно противовес этому другой подход мы здесь можем что-то делать то что не делали до этого если мы рассуждаем о том что разработка это что-то создание каждый раз нового ну если не берем рутину то наверное это имеет место быть но также мы говорим что водопад откатывается и что действительно отменяются это действительно происходило я видел гораздо меньше отмена спринта чем разворачивание водопада у меня большая критика как раз таки к джайну то что он становится неповоротливый и как раз таки он в этот подход приводит к тому что редкостное говно появляется на стендах джайл тут каким боком там они всего лишь только декларацию сказали ребята давайте жить дружно ладно фреймворки но все равно все ссылается к джайлу это так типа понимают его а можно на эту рептику тоже ответить получается здесь есть такой момент что самое лучшее программное обеспечение на текущий момент в отрасли согласно по крайней мере многим исследованиям там тех же самых IBM и так далее пишет наса наса разрабатывает все по водопаду первый момент второй момент когда мы говорим про дедлайны не надо говорить о том что аджайл не скатывается непонятно что как раз аджайл скатывается еще лучше потому что под идеологией но мы когда-нибудь все переделаем было наворочено так много говна что прямо ни одном водопадом не описать когда вы говорите про стрессовую ситуацию для команды когда начинает бизнес давить и все прочее любое качество за исключением там каких-то супер профессиональных команд которые умеют говорить нет ходит непонятно куда после того как одно ушло непонятно куда она в водопаде и в аджайле получается непонятно но тут какой момент надо себя давать отчет что если бы все разрабатывали по как наса то тинькофф банка бы наверное просто не было мы было до сих пор еще первую версию не написали вот то же самое относится к люку к любому сложному продукту не было бы ни твиттера ни дискорда ни ютуба ничего бы не было бы сидели и писали тесты на циклы с тремя уровнями вложений не больше как в ионике вот не согласен потому что 98 процентов а стоимость за ошибку почему вы не учитываете между нас а проектами его там жизни целые да и миллиарды если чуть-чуть ошибся и тинькофф но не получилось не получилось ну тоже могут жизни зависеть в этом плане банковской по как раз она ну как минимум процессинговая его часть она критически важно ну наверное ну давайте немножко экскурс историю до первая официально доказанная ошибка разработчика приведшая к смерти людей была на рентгеновском аппарате найдено вот и было точно установлено какой человек это по написал соответственно этот человек писал по один у него не было ни одного теста вот когда начали перепроверять нашли кроме этой ошибки еще 12 которые могли привести к смерти людей ну то есть грубо говоря там просто переоблучение было потому что индикатор не загорался типичная ошибка многопоточность там гонка данных было вот но тем не менее после этого же вели какие-то требования но люди все равно такая история еще не раз повторялась с теми же самым рентгеновскими аппарат то есть тут наверное проблема даже не подхода не знаю без ответственности людей конкретных мне кажется как-то так данным из опять же подход тестирования смешивают еще раз скажу что джайл но это просто поджайл я подразумеваю семейство фрэнворк чтобы более ясно вот спешит аджайл и мвп и вот и происходит так что это просто скатывается тестирование на на подъем а вот это как раз-таки рентгеновские аппараты есть история протестирование на против просто на пользователях ну вот тут юлия правильно в чат скинула картинку как на самом деле это все потом по итогу выглядит что у нас есть и норативные подходы инкрементальные да вот и что происходит когда у нас реально подгорает бюджет подгорают время вот и от нас требует результат ну как бы так оно и есть да да сергей что-то сказать хотел забыл на говорю это просто слишком божественные картинки да там что-то вот сама зацепилась ладно потом хорошо ну я думаю мы на обратной связи вспомнил относительно джайл фреймворков всего прочего и так далее давайте тоже не забывать что джайл вот манифест который говорит о том что к примеру люди важнее процесса все прочее и так далее потом мы говорим что эта штука должна у нас масштабироваться на энное количество команд где энд больше 100 мы приходим к размерам там чего-нибудь сбербанк тинькофф google и так далее внезапно у нас начинаются одинаковые структуры потому что так проще и процессы становятся важнее людей все джайл в этом плане замыкается сам себе со всеми этими проблемами и сам тоже умеет скатываться в водопад и у меня есть в этом плане главный вопрос относительно обратной связи вот мы говорим про те же самые мвп они уже вспоминались кто-нибудь как раз нибудь видел чтобы мвп выкидывалась да да я сам я на первой работе да тоже выкидывал ну но там было очень плохо написано вот ну я в общем начинал карьеру писал как мог потом пришлось прям реально выкинуть и с нуля переписать вот оно получилось сильно лучше я просто никогда не видел чтобы его выкидывали по результатам испытаний его всегда пытаются использовать напрямую как есть где к примеру заранее закладывали о том что у него есть проблем ну что могу сказать знаешь там можно ну вот эти дать скрипку поганини ты же поганини делали он скрипки но неважно в любом случае ты не начнешь играть сразу божественно какой бы те классный инструмент не дали и тут тоже самое как бы тебе дают крутой инструмент это абсолютно не значит что ты уже завтра сможешь идеально пользоваться нужны годы попыток тренировок экспериментов и тогда вот ты сможешь стать настоящим виртуозом тут про другой момент типа мы зачем разрабатываем для того чтобы что-нибудь посмотреть попробовать как работает и так далее для того чтобы потом отказаться сделать нормально и вот этого отказа сделать нормально даже по процессу негативной обратной связи часто не происходит ну подожди то другое история значит когда у вас готов mvp вы должны оценить что дешевле его доделать или его переделать мне кажется вполне нормально ну когда ты понимаешь что там тебе дешевле его доделать но тоже тебе ставят дедлайны с учетом того что так у вас уже почти все написано и все так нет проблемы в людях которые занимаются целеполаганием ну значит надо объяснить что ребята так не делается ну я хотел бы реплику по поводу вот сергей сказал то что больших командах все становится одинаковым и вся структура похожая становится так это основная проблема у нас менеджментом его квалификации то есть на каких-то средних уровнях еще можно получить квалификацию потому что есть курсы зарубежные еще что-то да там техники методики а выше как правило уже это просто харизматичные люди которые могут туда встать естественно они делают как проще вот я сказал вот так вот так и будет и по итогу мы получаем вот в рамках бюджета и вовремя вот тут на картинке как раз видно и это же видно у нас везде любой вот возьми сейчас но в россии я имею ввиду там губернатор сказал там третьему я не знаю к первому мая и все и кирдык к первому мая будь добр вот мы живем в этой парадигме но в этом плане весь мир живет в этой парадигме я так раз напомню как я работал с немецкими компаниями точно так же мы же про эффективность понятно что жизнь несет коррективы но мы же сейчас с вами конкретно об эффективности вот да понятно будет жизнь там покажет вот проект тот сроки в бюджет и мы возможно выберем неправильный вариант потому что такова жизнь будет но сейчас мы говорим но ребят давайте по крайней мере если вдруг будет у нас возможность попробуем сделать это под правильно а правильно это вот типа вот так ну опять же вот у меня сейчас такой процесс команде происходит что мы потихонечку начинаем там вся сиди внедрять вот прям как положено да то есть чтобы это было реально непрерывно и очень много организационных моментов они прям плывут ну потому что вот как у нас все привыкли также работать не получается и это прямо требует усилий вот и тут мне кажется у людей диссонанс возникает они думают что agile это меньше правил это проще это еще что нифига это требует больше усилий потому что джайл подразумевает что все участники процесса выкладываются на максимум потому что дают свободу тебе придется вкалывать типа тебе дают ну как там ответственность великая сила великая ответственность то же самое да тебе дают возможность в рамках спринта гибко делать как тебе нравится но из-за этого ты обязан теперь с коллегами вот точно состыковаться иначе у вас там процессы завалятся вот и это как бы ну это тяжело то есть у нас там например базисты выкатились на день позже то есть на день позже там java развернулась на день позже мы там тестером отдали сборку ну хорошо что у нас запас есть это если бы запаса не было то есть но это уже под вопросом релиз вот такие вот моменты они ну начинают быть более критичным потому что теперь каждый лично ответственен за то как идет процесс да вот и мне кажется это вот такой важный сдвиг что agile это тяжелее чем водопад зачастую и многие этого не понимают так данным я вот очень против этой ответственности может она построена общение неправильно у нас далее все кроме права на ошибки нету права на ошибки да блин хирурги ошибаются все ошибаются нужно иметь право на ошибку плюс нужно время на становление люди которые действительно хотят что сделать дополнительно время на работе они вам берутся просто-напросто легко самолет и потом он упадет это неизбежно дайте еще но у нас такого нет я цвету упал то все на российском рынке ты просто закрыл себе дорогу мой по большей части но это не касается конечно прям совсем маленьких ими пик я имею в рамках компании интересно мне кажется у нас как раз репутации в россии не сильно развит в этом плане тут репутации нет но у нас все равно очень мало мест где даются деньги на эти вещи и мы это максимум рэнди и которых сергей съел собаку и соответственно какие-то фонды или же внутренние компании которые делают розыгрыши ну не розыгрыши конкурс гранты еще что-нибудь да 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 но это все их можно по пальцам одной или максимум двух урок пересчитать если ты в одной то завалился завалился то и во второй тебе сразу там могут сразу отказать ну тоже это не совсем верная история потому что есть прекрасный подкаст у либо либо я не помню как он называется но по моему это их который собственно от самих создателей либо либо вот и они там питчили инвестором идеи то есть там сезон при инвестировании был вот там как раз инвесторы говорили что ну нам потенциально интересен человек который попробовал там пять бизнесов вот там на разные грабли понаступал и вот теперь пришел с другой уже сильно более проработанной идеей и мы ему ну вероятнее дадим деньги просто потому что мы как минимум знаем что он там до какого-то этапа точно дойдет потому что он уже ошибки предыдущих этапов так сказать все себе шишки так это не за меня не за ему исключил ты не исключил то что я говорю потому что эти ошибки где-то надо получать а они хотят для человека который уже совершал эти ошибки бизнес-ангелы есть которые готовы ну ладно это интересно в общем послушайте подкаст там прям сезон мне понравилось еще комментарий про среднего звена вот у на моей личной практике я видел как раз таки больше проблем на свет среднем звене среднее звено это самое отстойное то что я вот видел потому что это люди которые стали просто так менеджерами о никто никого водишки от вот и теперь станешь менеджером эти потому что других подходящих нет и они просто жопой тебе выбили место сидят они не хотят ничего нового они не хотят учить и они совершенно хейтят все это и очень сильно так птичат менеджмент старше отвечает если они таких ставят они же делегируют получаются свои функции вниз и их это устраивает ну значит это их проблема не надо на это у них подчиненные то то же самое что средне бы среднее звено бы на нише звено бы перекладывал ответственность а это они так хреново код написали но по крайней мере есть негласное было по крайней мере когда я работал негласное правило сбербанке в антесе то что не воля людей то есть ты не можешь человек уволить ну опять не будем накидывать массово да вот на мысль ты проблема которую ты описал ее можно сформулировать иначе у нас нету конвейера по производству хороших менеджеров у нас институтов которые готовят хороших менеджеров я знаю несколько факультетов нет конвейер как раз таки есть нету хороших хороших даже не хороших но хоть которые стремятся к хорошим но у нас нету очищения я считаю что на рынке у нас рынок у нас не очищается от плохих менеджеров от менеджеров которые еще в модели присматриваются никакого мы вернулись к институту репутации в россии ну ладно сергей я вернусь получается вопроса эффективности от жала ну и так уж получилось что получается к среднему звену сказать по-честному среднее звено крупных организациях больше чем на 10 тысяч человек это иерархия порядка на пяти ступеней типа у тебя обратной связи на ступени 3 ниже на самом деле нет для того чтобы нормально вычищать людей там тоже есть свои сложности связанные с масштабом и относительно вообще аджайл там его эффективности и так далее не забывайте что вот если заслаться получается на книжке маркина у него есть чистая архитектуре одна очень хорошая цитата про аджайл вообще в целом про разработку и есть книжка еще постигая аджайл где он расписывает свое понимание как аджайл строится зачем он строился и соответственно что в нем предполагается и по цитате получается чистой архитектуре он говорил о том что разработка это всегда борьба то есть у нас всегда вот у заказчика есть свои интересы бизнеса есть свои интересы у нас у технических специалистов есть интерес сделать все красиво классно и так далее у сопровождение есть интерес чтобы никогда ничего не ломалось не спокойно спали ночью и нам всем нужно получается за свои интересы бороться соответственно в этой борьбе мы приходим какому-то общему хорошему компромиссу который устраивает действительно всех и наступает счастье вторая часть это то что в аджайле по нормальному качество всегда выкручено на максимум потому что у нас есть права и обязанности у каждого члена команды у каждой роли и так далее и обязанность получается разработчиков обеспечить хорошую кодовую пазу со всеми приколюхами и так далее и соответственно они имеют право требовать чтобы им дали это сделать в том числе в проработке требований в том числе там со всякими ну вот со временем на рефакторинг со временем на нормальное тестирование и так далее и тому подобное сейчас есть большая проблема в том что как-то у нас про эти штуки очень часто забывают они минимум не используются широко и соответственно то чем по сути является аджайл который мы видим и тем чем он является идейно это все-таки две разные вещи такой значит ну ладно я думаю эту тему нормально обсудили мне хочется здесь акцентировать внимание вот на понять при этом цели или для нее то мы можем совершать даже случайно итерации все же перейти к цели вот значит тут почему эта мысль показалась интересной я не говорю что она верная мне просто очень сильно это значит перекликнулась с вот этими двумя вещами значит вот недавно как раз вышел подкаст запуска завтра про не случайные процессы там как раз расписывается задача пьяницы другая там задача стоит мы случайно идем в ком-то направлении вот и вопрос куда мы придем ну и соответственно поскольку мы в как конкретном случае понятия не имеем но когда мы говорим о каком-то большом количестве итераций да то мы в принципе довольно таки конкретно можем очертить зону где может оказаться вот пьяница да вот мы можем придумать задачи да то есть ну по сути перебор всех скобочек это вот чистое решение задачи пьяницы вот и это очень много имеет там типа наглядных визуальных решений ну просто почитаете тут красиво и мне кажется как раз большой компании когда есть итерации сильно более выгодно потому что ты можешь там проводить абы тесты например как эффективно как неэффективно ты можешь там ну ты получаешь некоторое усредненное значение это тебе сильно помогает вот поэтому помню сергей ты накидывал что в большой компании в любом случае свалить водопад мне кажется в большой компании вы наоборот неизбежно должны рано или поздно свалиться в чистый agile и тут как раз в прошлый раз я давал ссылочку на книжку вот она никаких правил уникальная культура netflix собственно там они рассказывают как они вначале пришли в тупик и за количество правил то есть все их там стало 700 человек и правил стало столько что стало невозможно работать и так и не потихоньку удаляли эти правила пока их вообще не осталось вот и там были прикольные тесты то есть например теперь безлимитное количество отпуска человеку дадим посмотрим он становится больше работать или меньше становится оказывается он больше начинает году работы то есть компании выгоднее то есть одной стороны как бы плюшка человеку а на самом деле плюшка компании вот и вот много вот подобных историй и это мне кажется достойная интересная мысль что хватило бы смелости вот но у netflix а правда тоже там же интересная культура то что нам из говорил про самоочищение да там по сути вечная борьба каждый работник за свое место потому что они там лучше пылесос от рынка и если ты внезапно оказался не лучшим ты сразу вылетаешь вот наверное вот в таких условиях такая штука может жить почитайте книжку мне кажется она тоже довольно интересно вот так сергей давай ты вначале я говорил не совсем про то что скатывается водопад все скатывается к одной структуре прежде всего да здесь есть такой момент во-первых и начинается специфика бизнеса к примеру когда мы говорим про банковские приложения всякие внешние аудиты в любом случае появляются сможет от них избавиться там сказать что у них нет вот практики какого-то дополнительного контрольного зима книжка про это опять таки писала о том что дополнительный этап на самом деле замедляет на сработку но ты его никуда не денешь и вторая часть это то что когда у тебя все кто в лес кто подрабатывается начинаешь ты не имеешь даже возможности нормально разобраться с бэклогом а тебе как-то нужно координировать работу нескольких команд и систем и так далее поэтому вертикально у тебя очень часто спускается какой-нибудь скрам сберджайл воркфлоу там сейф еще что-нибудь ну короче вот даже церемонии по сути одной команды так или иначе подгоняются под общий шаблон на мыс да но нет как сойдет своим путем поэтому у него не совсем он все равно совмещает это гибридная модель и как правило все остальные то же самое делают но они делают через сейф или через большие фреймворки которые гибридные в том числе вплоть до того что они приходят к водопаду в каких-то частях но кстати тоже нельзя забывать что вот эти вот фреймворки большие аджа масштабируемые придумали не эти компании их придумала тойота и это тоже как бы уникально мне кажется что вроде бы не совсем так тойота всего лишь сделала концепт того что совместила именно скрам и комбан потому что от комбана все начали уходить потому что не знаю как его использовать в чистом виде и поэтому тойота подсуетилась и сделала и первые наброски сейва ну это я к тому что если мы не можем нормально применить технологию казалось бы с таким свободным режимом как у нас до разработки то есть мы очень гибко можем даже сотрудников перебрасывать вот и очень сомневаюсь что маляра можно перекинуть свободно на конец варочный цех условный вот тут как бы люди с реально создаваемым продуктом вот смогли перейти на фреймворке вот и стоит тоже там интересно потому что главное насколько я понимаю там преимущество которое они получили это то что у них на складах больше не было запасов на много-много месяцев да у них настолько все было отлажено что буквально на неделю вперед только запасы хранились и соответственно все настолько слаженно вокруг должно работать что если там одна фура не приедет и реально производство встает потому что примерно по такому же принципу ford работал вот у меня собственно мама работала на российском форде и у них когда какой-то детали не было она потерялась там реально прям самолет ради там одной детали заказывали просто потому что это дешевле чем там иметь какую-то подстраховку на заводе в большом количестве вот так что интересно вот мне тут хочется обратить внимание вот на этот пример про различие между алфавитами и пиктографическим письмом что у нас соответственно когда сам подход нас может очень сильно ограничивать если мы правильно выберем подход то количество наших вариантов оно сильно больше вот то есть зачастую даже на таком этапе уже можно заложить потенциальное развитие и вот автор мне кажется очень сильно верит в то что водопад тупиковая история а джайл это настолько гибко классно и хорошо что его можно развивать бесконечно до бесконечно хорошего состояния вот и возможно это и главная проблема этой книги потому что нам не хватает какой-то фактуры он очень однонаправленно светит на мой взгляд и это конечно немножко немножко вызывает вопросы так давайте урумпрум ну я не знаю если смысл обсуждать графики мне кажется на них можно очень много набросить какие еще раз настолько уж беспонтовые они да ну они и так чисто мне кажется ну как там философии есть надо довести до абсурда чтобы что-то там доказать но вот мне кажется это и заказательство от противного да вот тут вот значит в чем ну если вот время это что-то близко к бесконечности график наверное так и выглядит вот если тут там какой-нибудь например год то я очень сомневаюсь что даже маленький продукт будет так выглядеть это конечно утопия да сергей на самом деле вот этот вот график не имеет никакого отношения ни к модели не то есть не к водопаду не к джайлу по каждому проекту он может быть так такой возрастающий в зависимости от качества кода так и такой же линейный и соответственно автор реально тут просто сделал какую-то дичь я к примеру не вообще не понял почему по какой логике можно просто вот взять так и развернуть кривую при учете того что если считать что вот это вот получается плюс минус одинаковые единицы времени что оба графика показывает одинаковое количество времени при одинаковой стоимости то как бы вообще не 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 вот если сравнивать их то наверное вот стоимость среднем будет вот ну как то вот так да то есть если этот их на одном графике рисовать то вот наверное как то так будет ну мне кажется просто опять же таком уже можно не прийти в рамках конкретного проекта там в том числе с водопадом и вот тут как раз хочет прийти к этому понимаешь вот автор искренне верит что если мы возьмем вот подобный цикл то мы реально придем к некоторой константе стоимости разработки то есть если нормально делать что маленькая и большая фича они будут занимать примерно одинаковую стоимость если все делать разработки стоимость исправления ну ну это разработка по факту ну то есть стоимость изменения стоимость изменения не исправления опять-таки изменения у нас бывают разные есть изменение старых сценарий есть добавление но вот к примеру есть хороший пример джигра который там начала свой путь еще в начале 2000-х годов там была первая версия или даже раньше сейчас вот 2023 выходит 9 они к примеру наконец-то сделали нормальную кластеризацию без синхронизации локального кэша на над кэша и как бы вот у них настолько сильно отличаются продукты первой версии и девятой версии и по объему и по сложности и так далее что вот этот вот график он вот так вот абсолютно и если мы посмотрим на любые вообще проекты они очень сильно растут экспоненциально по срокам кода если активно используются и расширяются линукс опять-таки девяносто первый год 10 тысяч строк кода 2023 год больше 15 миллионов и не надо рассказывать что стоимость вот этих вот 15 миллионов может быть вот как-то так вот сблажен ну вот как раз с линуксом вполне мне кажется ну если джаву посмотреть да какие-нибудь джепы последние то они вот ну плюс минус одного размера то есть там вот несколько сейчас больших конечно грядет когда они там нормально кодовую базу переделывают но в целом что spring что джава она довольно ну так итеративно развивается все-таки ладно она всегда развивалась итеративно но там есть к примеру огромнейшие проекты сколько лет живет лун 56 уже не больше с восьмой джавы с восьмой по моему он живет значит это 15 год 14 о кстати волхава седьмой джавы да волхава с седьмой ну вот так что реально жизнь накладывается ограничения мне у автора книги с одной стороны нравится что он находит такие понятные примеры как там поездка машине по навигатору вот что мол но вы же не рассчитываете приехать в то время которое вам написал навигатор да время меняется каждую секунду вот ребята вам и на подумайте может быть разработка тоже подчиняется таким правилам вот мне кажется тут с одной стороны это абсолютная правда ну то есть это прям хороший тезис разработку подчиняется этим правилам другой стороны навигатор вам хотя бы гарантирует что вы доедете в отличие от разработки то есть тут аналогия хорошая но не полная к сожалению да сергей кто-то забыл одну очень давнюю но хорошую шутку недели отладки сэкономит нам часы проектировать так подожди вот это тоже хороший наброс яркий пример но почему нельзя взять там спринт проектирования в аджайле такого же никто тебе не мешает делать нормально так делают да он говорит что сила планирования это такая вот странная фигня которые на самом деле кажутся которыми на самом деле не можем управлять и только валанги могут получается это делать он довольно четко нарисовал того монстра с которым он борется этого тот водопад когда тебе нужно возвращаться на стадию планирования когда ты зашел в тупик в разработке то есть он вот прямо писал против чего он борется то есть ну то что в реальной жизни такое уже наверное давно не встречается да это другой вопрос то что любой адекватный менеджер так не допустит такого это тоже другой вопрос вот тут он нарисовал некоторого монстра и он показывает как с ним бороться то что это с реальной жизнью вообще никак не сопротивляться так данного да и но на самом деле бизнес вот в чем проблема бизнес считает что именно бизнес делает деньги разработчики что именно разработчики делать деньги но прислушиваются именно к бизнесу и поэт а бизнес хочет новый фич а разработчики хотят оплату я потому что ставит вопрос как то что хочет разработчики поднесет нам новые деньги нет а то что бизнес предлагает вот это принесет я где-то слушал подкаст соответственно где ровно этот тезис полностью опровергали из серии что на самом деле все от разработки идет типа не будет разработки вот не будет ничего вот поэтому надо ставить разработку во главу угла и соответственно к ней максимально прислушиваться ну мое мнение не надо ставить не то не другое потому что разработчики разработчики ну система сдержек и противовесов должна быть и вот надо их реализовывать нужно не только компромисс нужен симбиоз действительно как-то давать разработчику бизнес домен а бизнесу давать понимание основных процессов хотя бы процессов разработки а вот тут тоже автор хорошо накидывал в предыдущей главе на тему что почему у нас есть процессы и методы методологии всякие в разработке кода почему мы не используем например а выделение абстракции да при планировании ну то есть то же самое у бизнесу мы даем некоторые внешние аппе вот а внутренняя реализация должна быть от него скрыта то есть он должен быть пофиг как у нас там итерации построены вот или бы по водопаду фигачим большому счету как раз таки скрам для этого и сделан как раз таки дает story point и это ну по сути раньше бизнес рассчитывал человека часы человека часы не работают сейчас есть story point story point и должны как бы работать но никто не говорит что story point нужно наладить между бизнесом и разработкой если нету понимания того что чего стоит story point и то что он относительный с обоих сторон история не работает совершенно хорошо так давай илья и надо это нам же к образно приходить я просто ну как бы ответ на реплику сергея по поводу там того чтобы планировать лучше всего а потом делать да никто же не говорит что так не делать то есть итерации предполагает что нужно итерироваться от идеи до деплоя все процессы итерировать постоянно постоянно ну вот как бы так просто разбить их на они мелкие куски и идти целей здесь во первых автор говорит о том что нужно именно и тренироваться как можно чаще не сильно заморачиваться на проектирование что как бы вызывает вопросы а во вторых есть ответ по поводу получается реплики александра что он что автор составил получается какого-то монстр с которым получается сравнивать вот для меня лично кажется что он реально взял вот шкалу монстр ангел водопад поместил в монстра поместил в ангела и он конечно хорошо и красиво об этом пишет вот тогда возникает большой вопрос а какое отношение это имеет к реальному ли и здесь начинает немножко уже напоминать ту же самую историю что и с микросервисами оно не совсем хорошо бьется это больше похоже на рекламу и даниил да вот в этот момент хочется всклиниться как раз и вспомнить самые первые главы когда говорилось про то что автор хочет дать какие-то более универсальные инструменты в итоге в книжке ну пока что по крайней мере потому что смотрел выглядит довольно однобоко что автор явно как уже говорили примере с ангелами смотрит в одну сторону и причем проблема в том что он фокусируется еще и как я вначале сказал на конкретной проблеме даже водопада они на комплексе проблем ну вот мне вот так показалось да это хорошее замечание и тут еще ну в чем мне кажется полезность вот у нас появилось некоторые две метрики которые автор там вывел из другой книжки вот и по сути все что мы ну по крайней мере вот первые две главы делаем это мы придумываем как нам как нам их по сути максимизировать да то есть в чем суть то есть у нас появилась итерация после каждой трассы у нас обратная связь вот и в итерациях мы соответственно делаем небольшие изменения ну то есть процессные и соответственно когда мы делаем эти изменения мы замеряем насколько стало лучше и для замера он нам дал два критерия это пропускная способность и господи что там было второе и летаем да все не летаем это наверное есть пропускная способность там про качество наверное ошибки какие-то надо было не количество дефектов пропускная способность и лт это скорость вот два критерия нам дали и все дальше типа бери пробу и смотри как у тебя работает вот это хорошая мысль которая реально применима на практике а соврал получается метрики стабильности чистота отказов и время восстановления метрики пропускной способности это время на реализацию биттайм и чистота да то есть как часто мы релизимся и с какой скоростью выкатываемся по фичам соответственно стабильность это как быстро мы восстанавливаемся в случае ошибки и как часто и надо смотреть на проблемы которые описывает автор именно вот с этой точки зрения что он пытается максимизировать вот эти вот два параметра то есть там доказали экспериментально что у нас значит чистота релизов скорость летаем количество ошибок они коррелируют узко эффективных команд что такое с коэффективная команда отдельный вопрос вот мы их как-то приняли за веру что вот это виско эффективная команда они посмотрели что это коррелирует и все мы теперь всю книгу пытаемся максимизировать вот эти параметры и это мне кажется прикольно потому что это реально можно померить и это похоже на правду что считаете по этому поводу но вот здесь он же и дальше пишет в пятой главе что стабильность и пропускная способность важны потому что наиболее понятные показатели они потому что они идеальны до типа что мы можем реально померить и что реально можно показать бизнесу как влияние на хотя бы своей команде показать чтобы все понимали о чем мы говорим вот мы сейчас честно спорим здесь вот да вот но казалось бы и не можем синхронизироваться представьте мы одна команда и мы вроде как в одном контексте разговариваем сейчас книжку почитали но там когда воду имеем какое-то отношение сейчас заходит сюда директор про вообще ничего не понимает и и как ну то есть а мы должны говорить на одном языке и вот собственно это и есть попытка найти тот инструмент хоть как-то чтобы нас всех в кучу собрать нам не очень нравится это хорошее мнение спасибо сергей там тоже есть очень много связанных с этим нюансов к примеру от того что это за задачи задачи бывают очень проработанные задачи бывают нифига не проработанные самый хороший олтайм будет показывать команда которая берет только проработанные задачи и с одной стороны это хорошо прикольно и так далее вполне возможно при этом не соответствует бизнес у меня вот к примеру сейчас олтайм в команде убит из-за меня лично во многом тупо потому что нам попалось три задачи связанных с выгрузкой в систему которая работает с консутициальной информацией и мы просто на два месяца ушли в согласование у меня летаем по истории будет квартал три месяца здесь есть очень много связанных нюансов тем что как у нас построен процесс почему он такой почему у нас есть получается такие вот выборки почему у нас это может быть хорошо плохо и тут опять таки мы изначально это пришли к тому ну и обсуждали весь час до этого наш то что тут автор набрасывает получается на водопад против отжаяна и соответственно вот его метрики нормально будут работать при водопаде и соответственно как бы возникает вопрос половина из того что мы читаем а какое оно имеет отражение в реальный мир если мы все-таки сравниваем это скриптографический мозг не вот опять тут тут я не согласен как раз на реальный мир вот эти метрики которые автор дал они они хороши и понятны вот метрики в согласен вопросами на про рассказы итерации относительной пользы тогда эти метрики мерить хорошо без вопросов но их можно верить в водопаде его джайл можно тебе никто не заставляет переходить на джайл он говорит что смотрите вот например обратная связь она отлично ложится на т.д. вот т.д. отлично и итерации частые идеально просто работают вместе поэтому если вы хотите чтобы у вас было там надежный код и вам для этого соответственно уже часто и релизы вам соответственно для этого нужна гарантия что релиз ничего не сломает то вы хотите не хотите вы придете вот к этому просто потому что это фил ну по философски и по идее и совпадает неправда у тебя если разработка идет без принтов хочешь сказать что ты не можешь использовать да да можешь ты не сможешь использовать на всех уровнях ты сможешь его использовать ты сможешь обратную связь не подожди это проектирование не не подожди подожди чем разница вот он говорит у нас есть несколько уровней где у нас применяется обратная связь уровень написания кода у тебя т.д.д когда мы говорим про обратную связь там в части интеграции у тебя когда мы говорим что у тебя там еще более высокий уровень соответственно у тебя там метрики качества кода появляются там там архитектуре говорим у тебя там тестируемость и развёртвемость появляются то есть тут такая пирамидка ты ее как бы собрать должен то есть ты не можешь на одном уровне с обратной связью жить. Точнее, не так. Ты бы это можешь делать. Но будет сильно эффективнее, если обратная связь будет через все уровни разработки проходить, а не только где-то конкретно, где тебе удобно. Возникает вопрос. По сути, получается, у нас есть несколько хороших методов инженерных именно. Такие, как действительно вся ЭЦИД, приемочное тестирование, вот это вот все. И мы действительно это можем использовать. Вопрос тогда в том, почему у нас так много воды, связанных с Водопадом и Аджелом, если на самом деле эти практики от них не зависят. От чего еще раз? Вот у нас есть вот эти вот практики инженерные. ЦИ, СД, развертывание, тестирование, приемочное тестирование, ТДД. Много разных веселых штук. Их мы можем применять как в Водопаде, так и в Аджеле. Зачем нам так много воды про итерации, тогда мы можем напрямую говорить о том, что есть какие-то хорошие практики. Просто эти хорошие практики склеиваются вместе удобоговоримым образом исключительно в Аджале и ежесним. Вот, мне кажется, такая история тут. на мысль. Ну, я тут тоже не соглашусь, также не соглашусь, как Сергей. Это не самый лучший. Это пока что самый оптимальный кажется способ, но не факт, что он лучший. А так это вот ровно про Аджайл. То есть, автор же говорит, что когда у тебя есть план, у тебя есть единственный путь прийти к успеху. Когда ты в Аджале работаешь, ты можешь попробовать, например. Вот мы попробовали команды в Транкбейст, типа, неделю поплевались, кактус поели, такие, не, рано, типа, не надо. Вот, вернулись обратно, как нам там с свечами, грубо говоря. А в Водопаде тебе что мешало так сделать? Подожди, если в Водопаде есть спринты, то это уже странный Водопад. Ну, не совсем так. Очень часто сейчас спринты есть в Водопаде. Это не Водопад, это как по-другому называется. Не, ну, смотрите, давайте начнем с того, что есть много разговоров. Не, подождите, вот вы сейчас так классно накидывали на книгу, но при этом вы сами такие, Водопад без итерации это уже не то. Тогда, ну, как бы все согласны с четвертой главой и идем дальше. Почему мы ее полчаса обсуждали с лишним? Ну, у меня претензия такая, что итерацию пытается навесить только на... На итерацию пытается навесить шилдик Аджайла. Шилдик... А то, что Водопад тоже самое может использовать, вот никто не говорит. Окей. Вот у меня претензия к тому, что то же самое есть и в PM-буке. Вот, но в чем-то прелесть. У автора нету главы Водопад, у автора есть глава итерация. Вот в этом-то и, мне кажется, прелесть этой книги. То есть у нас вот глава итерация, глава обратная связь. Где хочешь, ну, тогда он в ней ругает, ну, вот он в ней тупо ругает Водопад. Хотя это не относится к Водопаду. А давай перевернем. Если бы он сказал не итерационные разработки, тогда бы претензий не было. Хорошо. То есть, ну, просто он упомянул в суе, короче, термин, и теперь мы можем на него полноправно понабрасывать. Ну, немножко, да. Ну, нормально. Хорошо. Сергей? А вообще есть такой момент, с чего вы взяли, что в Аджайле везде есть спринты. О, прикольно. И вообще есть спринты. Ну, Аджайл может быть на одного человека, ему просто комфортно без спринтов, да. Ну, нормально. Не, а есть команды, которые специально отказываются от спринтов, потому что нафиг они не нужны. Ну, потому что, например, все перформят по максимуму, им это реально только палки в колеса составляет, лишняя встреча. Ну, такое есть, да. Не, там, получается, даже вопрос не в перформансе, как-то о коломах, потому что они там на максимуме, на максимуме и так далее. Это ограничение. Это календарное ограничение, в которое вы пытаетесь что-то там заложить и так далее, вам, возможно, оно нафиг не нужно. И очень много есть Аджайла, которые не со спринтами. Вот, он правильно говорит, что канбан, как бы вообще он без спринтов, и, по-моему, да, там вот если брать чистый канбан, то у нас там поток задачек, и в целом у нас какой-то вот это вот, там цикл обратной связи построен на другом. Вот. Ну, у канбана есть другая история, потому что канбан, по сути, представляет из себя одну доску и работу с ней. Да. Там дальше все остальное, это, по сути, расширение. Хорошо. Так, на мысль, давай. Да, ну, с Бери меня буквально заставляли делать митинги, делать все по спринтам, несмотря на то, что я был один в команде. Да, капитан без команды. И мне приходилось. Я не жалуюсь, потому что это было для меня очень классно, потому что я смог выучить agile, несмотря на то, что у меня не было команды. Прикольно. Илья? Ну, у меня была мысль такая, что, собственно, спринты неправильно используются. Если мы будем спринты делать, как в этой книге написано, то у нас не будет жесткого ограничения по времени. Да, по времени – да, а по задачам – нет. Потому что мы понимаем заранее, что у нас это итеративная история, берем обратную связь, и наполнение у нас каждый раз будет разное. это, что касается вот этого психологического давления, которое есть у разработчиков. И с этим я согласен. А у нас как? Ну, что будет? Вот это будет. И теперь, а, ну мы же сказали, давай. И это уже больше похоже на водопад, на маленькие водопадики вот, собственно, в процессе разработки. Да. Я вот, ну, например, ну, опять же, каргокульт – не просто так придумать этот термин. Когда люди начинают пользоваться инструментом, не понимая, какую проблему он решает и за счет чего он ее решает, вот начинается вот такая фигня. Тут я абсолютно согласен. Это вот прям хороший термин. И у нас все согласны, что итерация – это правильно и хорошо, вот, но мы именно, нам не понравилось, что итерации там к одному подходу приписали, а другому, грубо говоря, наоборот. Вот, обделили его. И это нормально. То же самое с обратной связью. Мы прекрасно понимаем, что когда у нас обратная связь, она вот так, как здесь описана, то есть она на каждом уровне и в адекватном количестве, то это тоже будет вызывать исключительно какие-то хорошие эффекты. Вот. Ну, так мне кажется. Сергей, давай. Кстати, на мысль сказал одну очень важную вещь, которая сейчас у меня мозг зацепился, что автор пытается повешать шилдик итерации, точнее, наоборот, шилдик и джел на итерацию. Вот если честно, мне кажется, что он на самом деле так хочет поступить не только с отирацией, он хочет так же поступить и с обратной связью. Что отлично видно по его примеру с метлой, по сути, потому что он изменил условия задачи и как мы ее решаем. Он представляет то, что если водопад берется за задачу, он не пытается там как-то регулировать у него неостатических методов по работе с обратной связью, а мы типа бросаем как-нибудь метлу и она типа сама летит. А если мы берем agile с обратной связью, то тогда мы берем метлу в руки и начинаем ей как-то водить. Вот это вот вождение, оно вполне себе может быть в обоих методологиях и тут просто автор действительно все хорошее обзывает agile, а все плохое называет водопадом. Вот. Ну, окей, это мы расписали, но в остальном идеи, которые здесь высказаны, они хороши. Вот в чате активно обсуждают сколько недель спринты. Ну, две недели это просто хороший срок для того, чтобы увидеть какой-то прогресс. Поэтому люди к этому приходят. Вот. Но в целом я видел спринты и на шесть недель, и спринты и на неделю. Вот. На шесть недель я никогда не видел. Вот максимум то, что я видел, это вот четыре. И то крайне редко из-за исключения. Ну, опять же. Это чаще всего было, когда уже не хотели отменять спринт. У меня это было, когда был очень классный руководитель, который понимал процессы. Вот. И он, ну, такой, мы не успеем там, мы не успеем за какой-то срок. Все, давайте, зачем нам разбивать на два этапа? Давайте вот за один, но вот процесс так проще. Вот и все, и погнали. То же самое, почему-то многие считают, что релизы, они со спринтом должны как-то соотноситься. Релизиться можно хоть каждые пять минут, а спринт у вас две недели будет. Это как бы абсолютно нормальная история, да, вот как раз про фича ветки и транкбейс-девелопмент было. Так, давайте быстро пройдемся и заканчиваем. То есть, мы так уже 10 минут тайминг переели, что важность обратной связи, я думаю, здесь все понятно, примеры сомнительные. Мы уже поняли, что шилдики пытаются повесить на все хорошее и все плохое. Вот. ТДД определенно хорошая технология, которую люди, мне кажется, рано или поздно начнут массово внедрять. Ну, посмотрим, когда этого дойдут. СИ, соответственно, в чистом виде тоже идея хорошая, но, например, вот мы вдвоем работаем над одним проектом, над одной кодовой базе, и ну, я вообще не уверен, что мы, когда пилим разные, но немножко пересекающиеся фичи, что нам будет сильно проще это все под какими-нибудь фичи-флагами заливать. Ну, вот мы попробовали недельку так поделать, что-то как-то не сильно зашло. Вот. Соответственно, парам-пам-пам, в дизайне, вот это вот прикольно, что как только вам сложно начинать писать тесты, скорее всего, у вас плохой код. Вот с этим я согласен, вот это я на практике пробовал, тут мой личный опыт, что совпало. Вот. Дальше связь в архитектуре, значит, тестируемость и развертываемость. У нас вот сейчас как раз активно, то есть весь отдел, то есть у нас там много проектов, у нас там 12 разработчиков, много аналитиков, много тестеров. Вот мы сейчас все активно вот в тестируемость и развертываемость переползаем, и это прямо реально архитектурно оказывается история, потому что у нас там связь между сервисами, например, какими-нибудь и все там. Ты их либо мокай, либо вместе поднимай. То есть, а должен ли ты при выкатке одного сервиса тестировать другой, например, с ним в купе? И тут вот начинается много интересных вопросов. Вот. Про микросервисы я тут просто отметил, потому что мы читали книжку, и мне кажется, тут еще раз переизобретают микросервисы. Вот. Мне больше понравилась история, как у Ричардсона, что когда у вас не состыковка нефункциональных требований, вот тогда у вас появляется микросервис. Мне это как-то определение больше понравилось. Вот. Быстрая обратная связь предпочтительнее. Вот. Это прямо то же, что у нас сейчас активно идет. У нас тестером пропагандируют сдвиг влево, а надо его не тестером пропагандировать, а разработчиком. Вот с них надо, чтобы все начиналось, тогда только это работает, потому что, ну, к сожалению, в вакууме это все не висит. Надо, надо, надо людей все равно сводить, и тогда что-то хорошее будет. Вот. Дальше про дизайн продукта, честно, у меня, видимо, мне понравилась цитата, что нам платят не за не за красивый кот, да, и глазки, а за, которые в зуме, да, смотрят на бизнес, а за то, что хотелки бизнеса мы закрывали. Вот. Тут как бы, ну, по-моему, просто прекрасно. Вот. Да, Сергей? Тут, кстати, с этой цитатой я как раз не совсем согласен, потому что всегда можно линейно увеличивать сложность проекта при работе с фитерами, если ты их делаешь неправильно, без рефракторинга, там, постоянным копированием, просто раздувая кодовую базу. У нас есть кривые сложности проектов с точки зрения как раз внесения изменений, и у нас есть зависимость того, что получается проект, грубо говоря, живет 5 лет, и стоимость внесения изменений в него между первым годом и пятым годом возрастают где-то как раз эти самые пять раз. Есть там хорошие команды, плохие команды, у хороших это просто, к примеру, гораздо медленнее, даже с плохими командами нужно делать какие-то рефакторинги для того, чтобы это как-то подравнивалось и было одинаково это самое получается стоимость изменений, и за это как раз на самом деле платят. Про это часто забывает бизнес, потому что опять-таки за метриками не следит, но когда мы говорим про слежение метрик, то эта же вот эта вот история, она очень хорошо отображается в ЛТ, что у нас по сути одинаковые изменения в первый год и в пятый год занимает разное количество ЛТ. Так, не, подожди, вот опять тоже подмена понятий. Мы создаем ценность для компании, а не закрываем хотелки бизнеса, тоже важный момент, вот автор ценность для компании, поддерживаемый код, который легко развивать, это тоже ценность для компании, то есть в этом плане мне кажется, тут авторы хорошо, ну надо почитать, что в оригинале написано, тут я думаю, перевод мог немножко исказить идею, но мне кажется, тут ценность имеется в виду и код хороший, это тоже ценность, поэтому тут вот надо смотреть, вот, ну и дальше собственно конкретная цитата, которая написана у тебя, разработчикам не платят за то, чтобы продукт и имел оптимальный дизайн, в некоторых компаниях не платят, но на самом деле часто пытаются платить. Хорошо, вот, ну и соответственно последнее, что здесь есть, это обратная ценность организации, что agile собственно полагается на том, что процессы не важны, важны люди и их взаимодействие, вот, и тут автор очень хорошо как раз говорит, что у нас есть метрики стабильности и проработной способности, потому что agile тоже на самом деле не стал серебряной пулей, он не решил все те проблемы, которые надеялись, что он решит, да, то есть все там, как мы уже обсуждали, что водопад это не черное, agile это не белое, то есть у вас должны быть какие-то метрики, когда вы какие-то вещи из agile себе затаскиваете или из водопада, вы должны просто понимать, вы как компания становитесь, как команда становитесь эффективнее или нет, и вот в этом плане обратная связь, которую вот автор так пропагандирует, она классная, то есть он говорит, вот, ребят, вам нормальный инструмент, и вы сможете хотя бы относительно смотреть, как вы развиваетесь в процессе, вот, ну, мне кажется, это интересная мысль, вот, ну, и итоги, соответственно, обратная связь, она необходима, чтобы мы могли учиться, вот, без быстрой, эффективной связи, мы строим догадки, а на догадках далеко не уедешь, вот, ну, и, собственно, непрерывная доставка и непрерывная интеграция это идеи, которые помогают сделать наш процесс разработки более оптимальным по качестве и скорости, да, никто не говорит, что это решит какие-то ваши проблемы, это вам доставит очень много проблем, их станет сильно больше, их станет сильно сложнее решать, но за счет этого вы зато получите там какие-то вот другие преимущества, а, собственно, стабильность и, господи, опять я потерял, что он там, пропускную способность вот все пытается повысить, вот, я думаю, хороший итог книги. Так, если есть какие-то вопросы, комментарии, давайте, и предлагаю закругляться. Вот я, наверное, дам небольшой комментарий, на самом деле, вот, когда упоминали про ценность, я немножко смотрел английский перевод, как раз примерно на этот, ну, оригинал, я имею в виду, вот, и там реально у меня возникло ощущение, что вот слова наподобие ценности, там, итерации автор вводит в собственную философию, в собственном понимании очень, и что перевод этого немножко вот, вот не передает, особенно, когда он начинает в рассуждении уходить, поэтому я бы рекомендовал даже посмотреть оригинал. А еще мне очень сильно примеры из книжки напоминают Тед. То есть, такое чувство, будто нам пытаются, там, каждую главу рассказать такую небольшую историю, завернуть ее в какую-нибудь красивую обертку, при том, что она бы классно зашла, если бы там человек перед нами читал это, да, грубо говоря, вот, но при этом, когда мы с нашей бэкграундом, мы такие, зачем этот рассказ про метлу, ну, как бы, ну, это же слишком, слишком в лоб, да, вот, как-то, ну, тут, возможно, еще не попадание из-за этого какое-то есть. Илья? Да, ну, по поводу метлы, наверное, тоже реплику сделаю, да, мне, наоборот, такие нравятся примеры, я сам стараюсь, как детям, все рассказывать, тогда меньше вопросов, и, и самому также нравятся такие же примеры слушать, вот, а что касается перевода, действительно, вот, если, вот, на сотой странице здесь вот есть такое, есть вот слабая связанность, это когда хорошо, и высокая связанность, это тоже хорошо в одном предложении, вот, никто не обратил внимания, то есть, да, у меня не было времени смотреть оригинал, там где-то искать, но я думаю, что с переводом тут накосячили где-то. Это, наверное, связанность и связанность. Да, слабая связанность и высокая связанность. Нет, там связанность и связанность, там, скорее всего, мне тоже что-то глаз резануло, когда я читал, но как-то нормально. то как минимум я смысла не понимаю всего этого. Высокая связанность и надлежащая связанность или сцепление. Здесь, на самом деле, отсылочка к раску, то есть, у которого есть высокая связанность, низкое зацепление и наоборот. И это, по сути, численные метрики, которые мы можем наложить на любой компонент, который показывает, с кем он связан. И, соответственно, как многое фичей он занимает. Идеально, чтобы у нас связи было минимум, а локализация была. Кода мы делали как можно больше. Ну, не кода в плане количества строк, а вот наш водуль занимался как можно более правильными и полезными вещами в рамках одной сущности. Да, вот тут Кирилл еще в чат написал, что архитектура ПО повторяет устройство организации, мы этот тезис уже, наверное, третью книжку упоминаем. Вот. Ну, пока вот здесь вроде бы в лоб его не высказывали. И вроде как я не помню, кто-то очень хорошо прокомментировал. Я найду цитату. Мы прям, по-моему, когда про микросеррис сообщались, кто-то прям хорошо и описал, про что тут на самом деле в этой цитате идет речь. Так, на сегодня я предлагаю заканчивать. Спасибо, было интересно. В следующий раз читаем, так, сейчас скажу, значит, у нас со 110 страницы начинается глава и до 146 доходит. Мы три главы осилим, как вы думаете? Или две также? Мне кажется, будет как обычно, так что две. Давайте две, а потом, если что, восьмую плюс итог. Нормально. Мне кажется, не будем торопиться. читаем шестую, седьмую главу. Вот, опять же, мира появится, скорее всего, где-то к пятнице. Можно будет зайти, да, посмотреть, что там выделил. Вот. Кавку начинаем, когда она появится в онлайн. Она мне уже едет, кстати, спасибо за промик, прям, прям кайфанул. Вообще, это, ну, они вообще в этом плане довольно интересные ребята, они довольно часто промокоды выкидывают, поэтому всегда, а, еще электронную копию они обычно дают вместе с бумажной, вот, то есть им можно написать и будет счастье. Так, да, Сергей? Ну, я, наверное, скажу странное, но лучше, если мы шестую, седьмую и восьмую главу попробуем разобрать одним куском. Именно потому, что они достаточно связаны между собой, то есть нам инкрементализм и эмпиризм будут доходить до экспериментов, а в эксперименте мы будем говорить, что вот постоянно мы на основании того, что придумали в предыдущих вот этих вот главах будем использовать. поэтому думаю, что стоит попробовать три главы. Но опять, попробовать-то мы можем все что угодно, вот, но это сорок страниц с чем-то. Попробуй набросить сначала с восьмой главы, то есть идти не линейно, как у нас обычно бывает по порядку глав, а именно с экспериментов идти к инкрементализму и эмпиризму. Давайте тогда я голосование кину в этот, а что, давайте проголосуем, там, я не знаю, две главы или три, там циферку два и циферку три в чат просто киньте. Три главы это сорок, это тридцать шесть страниц текста, две главы это это 20 страниц текста. Вот честно, я бы судил скорее не по количеству страниц обосвязанности этих самых глав друг с другом, если они действительно, из них получается хорошая дискуссия, то хорошая дискуссия получается, если вторую часть целиком прочитать, понимаешь? Ну, так, ну ладно, у нас тут большинство за три, давайте целиться в три. раз у нас все читатели подрались серийные. Вот. Можно вопросик? Да. А идеальную работу Мартина вы читали здесь или нет? Нет еще, но Сергей, по-моему, предлагал, да? Да, у меня она есть. У меня тоже есть, я вот думал, как вот, я ее начал читать, а потом на вас нашел и такой, думаю, нет, вы тут другое читаете, купил быстрее вот это вот и... В целом, у нас вторая книжка в фоне, она такая обычно всегда чуть полегче, поэтому можно идеальную работу Мартина будет почитать. Ну, я ничего против не имею, голосовалка после этой книжки будет. Разве не наоборот было, что вторая потяжелее? А, нет, после что у нас две книжки одновременно идет, вот одна из них должна быть такая, чтобы мне достаточно было прочитать, вот, а одна такая, что можно сесть там что-то дополнительную литературу, короче. А, да, тут Кавка за тяжелую артиллерию, кажется, идет. Ну, надеюсь, что Кавка пойдет за тяжелую, я так по диагонали что-то прочитал, возможно, она не такая тяжелая, как я предполагал, вот, но об этом узнаем через пару недель. Так, да, Сергей? Параллельно этой книге нужно читать постигая Agile, потому что там другой взгляд на это же самое, и, соответственно, можно как раз похолеварить нормально. Тут сейчас интересный стартует проект у Слёрна, у Слёрма, значит, у них два архитектора зашли в бар, то есть они будут пить архитектурные идеи. Вот, возможно, нам тоже что-нибудь такое надо, какой-нибудь такой формат перенять, вот, и попытаться там пичить какие-то главы, ну, может, я на себя это возьму, вот, а вы будете накидывать, почему я не прав, вот, будем это, в адвоката дьявола играть. Мне чисто как формат понравилось, и, собственно, у Слёрма тоже проект прикольный, мне кажется, я не знаю, что получится, вот я первый выпуск посмотрю, если годно, то ссылочки всем раздам. Мне кажется, тут надо тогда две стороны, кто за и кто против, чтобы были дебаты. Так примерно и получается, на самом деле. Вот, мы, в принципе, довольно разносторонне обсуждаем. Вот, всё, потом уже точно тайминг перевалили, всем спасибо, до следующего вторника. я имею в виду, что можно уйти до двух человек, которые будут представлять одну из сторон, и уже группа будет делиться, к чью сторону занимать. Тут проблема в том, что, ну, если есть желающие, я с удовольствием готов экспериментально следующие три главы так сделать. Вот, но как показывает практика, ко встречам я даже не всегда успеваю готовиться, а не то, что тут ещё люди. Вот, но если кто-то хочет вот подобную историю сделать, давайте в чатике спишемся и, ну, попробуем набросать. Мне кажется, это будет интересный формат. Я только, да, попробовать. Кстати, ещё можно сюда третьего человека добавить, который пытается найти компромисс и нейтрально смотрит взгляд на обе стороны. Нет, третий не работает. Третий нам не нужен. Да. Мы просто его засрём в сумме и в пищах. И иметь позицию это хуже, чем выбрать неправильную сторону. вот эти вот мы... Да, в конце концов, опять вот, началось. Началось. Мы за всё плохое, попротив всего хорошего, что с первой, что с второй стороны. Как показывает практика в университетах, третья сторона, ну, которая за что-то среднее, она не работает. Это что в Стэнфорде, что в Гарварде, там всегда две трибуны в основном. Не-не, тут, это я в этом шарю, я немножко там в дебатах участвовал в своё время. В принципе, есть фреймворки, которые нам позволят сделать это нормально, но это надо готовиться. И нужно человек, там, восемь хотя бы активно участвующих в этой истории, чтобы это плюс-минус живо смотрелось. Ну да, вот у нас на 10-15 как раз на групповой динамике на втором курсе. А, ну вот, у вас примерно там вот как раз можно-то разбить народ, это только ещё позиции должны быть интересны. То есть, например, по этой книге так можно сделать, вот, а в какой-нибудь обсуждении Кавки условной, ну вообще без вариантов, ребят. Вот, поэтому давайте попробуем. Да Рэббит топить будем. Да Рэббит. Блин, не поверишь, вот мы примерно так же командой, нам тут говорят, у вас вообще банковская Кавка, мы такие, Рэббит, Рэббит он хорош. Вот, ну ладно, это мы через пару недель это обсуждение продолжим. Всем спасибо. Всем пока. Такую запись. Пока.